Всем доброго здоровья и мир дому вашему, друзья! Подводим итоги уходящего 2021 года. У нас есть такая семейная традиция. В конце года, вот общепринятая дата, мы благодарим Бога за то, что мы прожили год, благодарственно Акафис молимся, а потом, сидя за семейным столом, значит, за чаем, мы рассказываем какое-нибудь интересное событие, случившееся у каждого за этот год. И вот я бы хотел поделиться с вами, какое событие в нашей жизни, в нашей семье случилось за этот год. Их три основных, ну, как бы я так для себя выделил. Первое событие, оно может быть такое не очень хорошее, но нужно, наверное, да? Мы семьей этим летом переболели всем известной инфекцией. Слава Богу, живы и здоровы, переболели, но вот сейчас живем дальше. Это первое. Просто это было необычное событие, потому что мы никогда так не болели до этого. Второе событие было намного интереснее. Это была наша поездка по приглашению в Татарстан, в город Болгар, к отцу Владимиру Головину. Чем она запомнилась? Новые люди, знакомства, интересное место, новые события, ну, и вообще смена обстановки. Это было очень радостно, интересно и полезно, самое главное. И третье событие, что в этом году мы посотрудничали с компанией Техно-Николь. Это, значит, ее основатель, один из сооснователей, Игорь Рыбаков, миллиардер наш, российский. Вот, было интересно, мы поработали, и дай Бог, думаю, может быть, это не последняя компания, с которой мы будем работать. А теперь, что касается пожеланий, это обязательная часть, давайте возьмем себе за установку на следующий год слова из 33-го псалма. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. Давайте быть ближе к Богу. Блажен человек, уповающий на Него, это, значит, как бы счастливый. Счастливый человек, уповающий на Господа. И поэтому давайте все в той или иной мере уповать на Господа, давайте творить больше добрых дел. Мы в жизни все разные, все зарабатываем по-разному, у нас разные дома, разные машины, но мы все можем творить добрые дела в той или иной мере, по мере возможности. Вот в Евангелии мы читали сегодня, написано, Христос говорит, кто подаст кружку холодной воды во имя Христа, тот получит награду. То есть, поэтому, а кружку холодной воды, ну, это образно может дать каждый. Давайте творить добрые дела нуждающимся. Соответственно, Господь и нам в свое время поможет. И поблагодарим Бога за год прошедший, и да благословит вас Господь в наступающем Новом Году. Так, и последнее, я скажу, значит, 31 декабря в 23.55. Не забудьте выйти из интернета и встретить Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok